Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы о трудных местах Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Каким Духом Христос был возведен для искушения в пустыню? Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих, мы находим здесь такие слова. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Как правило, в церковных изданиях Библии слово «Духом» стоит за главной буквы, указывая на Духа Святого. И смотрите, что пишет святитель Иоанн Златоуст, это его гамилия на Евангелие от Матфея. И удивительно то, что Иисус, как сказано здесь, был возведен в пустыню Святым Духом. Ведь поскольку Он, Христос, все делал и терпел для нашего научения, то и теперь попускает это возведение в пустыню и борьбу с дьяволом для того, чтобы никто из крестившихся, если бы ему пришлось после крещения претерпевать еще больше искушения, не смущался ими, словно чем-то неожиданным, но все мужественно переносил, как нечто обычное. Теперь мы посмотрим объяснение анонимного древнехристианского комментатора, труды которого издавались, переписывались до VIII века, который пишет. Тем, что Евангелист добавил для искушения от дьявола, Христос был возведен Духом в пустыню, он показывает, что Господь был возведен Святым Духом в пустыню, но не как младший по повелению старшего и не как старший по просьбе младшего, ибо возведен или приведен. Эти слова говорят не только о том случае, когда кто-то ведом чьей-то силой, но и когда сам человек повинуется разумному побуждению, как написано об Андрее. находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христа, и привел его к Иисусу». Это отсылка к Евангелию от Иоанна, 1 глава, 41-42 стих. Далее. «Так он привел его не силой, но склонил рассуждениям, как, например, если военачальник увидел бы тирана, захватившего власть, и дал бы царю такой совет – выступи против него, ибо вся провинция гибнет, ведь твоя слава сильнее моей силы». И вот царь ведом военачальником, но он не меньше того, кто его ведет. И Иисус был приведен к дьяволу для искушения, но дьявол приходит к людям, чтобы искушать, а не люди к дьяволу, чтобы он их искушал. Потому и не мог дьявол идти против Христа, что Христос сам и выступил против дьявола. Далее вот тоже интересный комментарий Илария Пиктовийского к его работе, которая называется «Комментарии на Евангелие от Матфея». Он пишет. «Прибывание Господа в пустыне, его сорокадневный пост, голод после поста, искушение сатаны и ответы Господа преисполнены действиями великого и небесного замысла. Ибо то, что он, Христос, был ведом в пустыню, означает свободу Святаго Духа, предавать своего человека дьяволу и позволить ему искушать и уловлять его, отчего искуситель не смог бы сделать, если бы ему не было дано это свыше». И действительно, мы знаем, что не только в случае со Христом необходимо было как бы согласие Бога на это искушение его сына в пустыне. в начале книги Иова рассказывается о том, что дьявол вообще не может прикоснуться ни к какому человеку без соизволения Божия. И Бог всегда устанавливает меру, что может дьявол сделать, искушая человека, а что он сделать не может. И Ларий Пихтовийский продолжает. «Следовательно, у дьявола от страха было подозрение, это в случае с искушением Христа, а не твердое знание об искушаемом. Его беспокоила сорокадневная продолжительность поста. Он знал, что столько же дней изливались воды бездны при потопе, сорок дней лил дождь на землю, длилось исследование обетованной земли, тоже сорок дней, Бог давал закон Моисею, и столько же лет народ пребывал в пустыне и вел образ жизни, подобный ангельскому». Таким образом, дьявол безрассудно искушал того, кого, несмотря на опасения, что он более чем человек, считал человеком. Он соблазнил Адама и, обманув его, привел к смерти. И было весьма справедливо, чтобы за свое коварство и преступление он, дьявол, был побежден тем же человеком, то есть человеком, как вторым Адамом, смертью и бедствиями которого похвалялся, имея в виду поражение первого Адама, и, возненавидев благодеяние, сотворенное Богом человеку, дьявол завидовал человеку, не смог узнать прежде искушения в человеке Бога. Итак, Господь подвергается искушению сразу же после крещения, показывая тем самым, что после нашего освящения, здесь не уточняется, какого освящения, или после крещения, или после соборования, или после причастия, искушения дьявола особенно усиливаются, ибо ему, дьяволу, наиболее желанна победа над святыми. Христос жаждал не пищи человеческой, но спасения человека, ибо он взалкал по прошествии, а не в течение сорока дней. Моисей и Илья также не алкали в течение стольких же дней поста. Таким образом, когда Господь взалкал, это не было следствием долгого воздержания, его силы не были истощены сорокадневным постом, и он не истощил свою человеческую природу. Поэтому дьявол был побежден не Богом, но плотью, имеется в виду истинное человечество Христа, который он не дерзнул бы искушать, если бы не знал о слабости, появляющейся у человека из-за голода. Итак, мы видим, что дьявол не владел всей информацией относительно Христа. Но вот после этого события, конечно, он уже догадывался, кто такой Христос. И вот, например, Хроматий Аквилейский, его трактат на Евангелие от Матфея, он так и пишет. Итак, дьявол подстрекает, чтобы искушать, это как бы его действие, он искуситель, а Господь следует за ним, чтобы победить. Чтобы победить. И отцы даже говорили так, дьявол, приступая к Иисусу Христу как человеку, трепетал и опасался оскорбить Бога. Почему? Потому что у Якова сказано, «Бесы веруют и трепещут». Веруют и трепещут. И мы знаем, что очень часто потом, когда бесы сталкивались с Иисусом Христом, они правильно говорили о Нем. Сын Божий, Святый Божий. Правда, Христос им запрещал это говорить, потому что не хотел получать свидетельства о себе от злых духов. предпочитая свидетельствовать о себе из святых писаний, из тех действий, которые он совершал божественной силы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!